Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии четверга. Сегодня у нас, сразу напомню, есть важный макроэкономический отчет, который будет интересен для тех, кто продолжает делать ставку на американскую валюту. Поскольку отчет очень серьезный, это данные по роничным продажам. Выйдет он сегодня в 15.30, но о нем еще поговорим. Давайте все-таки начнем с наших первооснов. Это динамики российского рынка и поведение нефтяного ресурса, который влияет на интересующую нас российскую валюту. Откройте графики USDRAP. Вчерашняя торговая сессия была закрыта в районе примерно 54-20. Можно констатировать, что рубль продолжает отбивать драгоценные пункты у своих основных конкурентов доллара и евро. И что касается предпосылок, фундаментального плана для того, чтобы рубль чувствовал себя более-менее бодро. Нужно снова сделать акцент на котировке нефти. Мы отмечали тот факт, что если нефть Brent, прежде всего она нас интересует, покажет восстановительную динамику, сможет снова подняться выше 65, то разумеется, на фоне отсутствия факторов поддержки для российской валюты, этот фон, этот энергоресурс и эта восстановительная динамика будет позитивна для укрепления рубля. Именно это сейчас и происходит. Вчерашний отчет от Министерства энергетики США по запасам нефти сократились снова минус 6,8 миллиона баррелей уже пятую или шестую неделю подряд. Не повторилась тенденция частного агентства АПИ. Напомню, что как раз АПИ предполагало, что запасы увеличились на эту сумму, примерно на эту величину. Сейчас мы видим то, что официальная статистика указывает на то, что напротив количество нефти в хранилищах понемногу сокращается. Но это, опять же, такой еженедельный статистический отчет, который локально, может быть, и сказывается на динамике энергетического ресурса. Но что касается среднедолгосрочных взглядов, здесь стоит исходить уже из более объемлющего фундаментального фона. А для того, чтобы изменить вот этот позиционный фундаментальный взгляд, то нужны, конечно же, более серьезные аргументы, нежели снижение запасов в США. Поэтому, в целом, наша ключевая идея касательно нефти, особенно после решения ОПЕК о том, что они сохраняют свою долю, сохраняют прежнюю квоту. На фоне слабости китайской экономики мы все-таки, конечно же, руководствуемся логикой. Я думаю, что на рынке, в какой бы ситуации вы ни оказались, всегда нужно прислушиваться к здравому смыслу, в основу которого всегда ложатся такие позиционные фундаментальные предпосылки. Поэтому нефть сейчас, может быть, и карабкается выше 65, может быть, и сегодня покажет восстановительную динамику. Но все-таки наши среднесрочные взгляды предполагают возможность закрепления этого актива ниже рубежа 65 долларов за один нефтяной контракт. Что касается рубля, здесь еще очень важно коснуться темы действий механизмов Центрального банка по изменению валютного курса. Хотя это такая завуалированная тема. Вы помните, что Центральный банк, когда начал покупать валюту, он, в принципе, даже и не касался такой тематики, как интервентное воздействие для поддержания курса российской валюты. Отметил то, что эти действия осуществляются только с одной целью – пополнение золота валютных резервов. Помним комментарий Набиулины, которая отмечала, что ЗВРы будут пополняться такими систематическими объемами, строго софиксированной периодичностью. Объемы, которые хотят набрать 500 миллиардов долларов – это много. Мы с вами посчитали, учитывая как раз объем ежедневной покупки от 100 до 200 миллионов, что Центральному банку понадобится на это 3 или 4 года. Но в целом этот механизм действует на рынке. Этот механизм все-таки оказывает соответствующее влияние на российскую валюту. И если мы сейчас посмотрим на те объемы, которые были куплены Центральным банком на открытках на внутреннем рынке, то можно констатировать уже вчерашний факт того, что в понедельник я говорил вам, что мы получаем статистику от Центрального банка, информацию об объемах покупки с опозданием в 2 дня. То есть вчера Центральный банк сообщил о том, сколько они купили валюты в понедельник. Если в пятницу эта программа вообще не действовала, то есть 0 на открытом рынке было куплено, то в понедельник из максимальной планки, которой придерживался ранее Центральный банк 200 миллионов долларов, было куплено всего лишь 150. Сейчас участники рынка оценивают это следующим образом. Возможно, Центральный банк решил взять паузу, посмотреть уже на свершившийся факт девальвации российской валюты и подождать более нервировать рынки и, может быть, даже не загонять российскую валюту еще выше к тем целям, которые мы с вами ставили. Это 58, 59, может быть, даже 60. Может быть, также участники рынка готовятся еще и к решению Центрального банка по процентной ставке. Учитывая уже факты очевидной девальвации рубля, учитывая текущие ожидания и, возможно, потенциальные риски в связи с ослаблением российской валюты для роста индекса потребительских цен, мы в этот раз уже не услышим таких серьезных, радикальных, прорывных решений со стороны российского мегарегулятора. Но все-таки мы с вами ожидаем снижения процентной ставки. Да, месяц назад мы думали, что вполне возможно, что ставка рефинансирования снизится с 12,5% до 10%. Сейчас, наверное, в лучшем случае мы увидим коррекцию на 1%. Но в любом случае это негативный фактор для рубля. Теперь, что касается еще одного аргумента, про который ни в коем случае не нужно забывать. Про то, что приближаются очередные платежи по внешним кредитам и они, разумеется, провоцируют спрос на иностранную валюту. И еще этот, скажем, фактор связан с очевидностью проблем в связи с закрытым доступом к международным рынкам заимствования капитала. Это следствие финансово-экономических санкций и рестрикций. Поэтому давайте резюмировать. Что сейчас оказывает поддержку рублю? Это, наверное, только восстановление цен на нефть и такая легкая пауза и снижение объемов интервентных действий со стороны Центрального банка. Что касается негативных аспектов, тут, в принципе, можно ожидать, что Центральный банк в любой момент может снова нарастить покупки для пополнения золотовалютных резервов. У нас есть ожидания по коррекции энергетического ресурса, у нас есть ожидания по выплатам внешнего долга и у нас есть еще факт реальной эскалации напряженности на юго-востоке Украины. В ближайшее время уже совсем скоро состоится очередная встреча Нормандской четверки, где снова будут касаться темы реализации и исполнения минских договоренностей. Но пока, думаю, что также, исходя из новостного фона, из тех сообщений, которые мы видим в СМИ, действительно ситуация вышла уже давно из-под контроля и пока нет оснований говорить о том, что стороны вернулись все-таки сознательно к реализации того протокола и меморандума, который был, собственно, скреплен еще и резолюцией Совета Безопасности ООН по факту встречи в Минске. Ситуация на юго-востоке Украины еще один фактор напряженности и поэтому дополнительная, скажем, активизация боестолкновений это еще один негативный фактор для рубля. И в целом, опять же, возвращаясь к перспективам российского актива, рядом с 55 против доллара сейчас находится, но мы пока не списываем со счетов наши цели, которые направлены на возможность возвращения в район 58-59. Пока туда и двигаемся. Теперь евро-доллар. Продолжает пара торговаться в районе 1.13. Вчера даже локальный максимум был гораздо выше. Евро сейчас пользуется спросом. И тут, наверное, прежде чем уже детально остановиться на европейской валюте, хочу все-таки начать с пары доллар-японская иена, поскольку именно этот тандем валютных активов вчера был главным движком рынка. И именно комментарии со стороны Банка Японии, которые повлияли на иену. Иена, в свою очередь, повлияла на доллар, а доллар сказался соответствующей динамикой на рисковых инструментах, на фунте, на евро, австралийцы и новозеландцы. Но про новозеландцы я еще скажу пару слов, потому что там совершенно другой триггер для движения. Доллар-японская иена. Почему же за последние несколько дней пара потеряла больше 200 пунктов? Это связано с тем, что в ходе конференции Банка Японии председатель Банка Японии Курада отметил, что японская иена сейчас сильно перепродана, может быть, даже недооценена. И прям как бы вторил ему его коллега из монетарного кабинета, отметив, что на текущий момент реализация программы количественного смягчения, которая действует в рамках Банка Японии, она становится затратной, трудной в плане реализации, а вот эффект экономический от этой программы он уже не так очевиден. То есть экономика не получает того количества бенефитов и благ, которые должна была бы получать от таких мер агрессивного стимулирования. Может быть, даже эти комментарии вкупе можно уже использовать как такую легкую, постепенную подготовку рынка, и трейдеров к тому, что Банк Японии в ближайшее время может сообщить о том, что более не нуждается в таком агрессивном экономическом стимулировании. Это, конечно же, рушит нашу идею касательно того, что Банк Японии остается мегарегулятором, который в ближайшее время должен был пойти на расширение программы количественного смягчения, но после таких вот комментариев ожидания, они снижаются, а динамика пары доллар-японская иена и укрепление японского актива, она подчеркивает тот факт, что эти ожидания, скажем, не на пустом месте сформировались на рынке. Что касается реакции иена, то, разумеется, это серьезнейшая поддержка со стороны собственных национальных монетарных властей. Иена у нас укрепилась, также это было связано с тем, что традиционно на фоне повышенной турбулентности на финансовых рынках трейдеры дают предпочтение защитным активам. Доллар, к сожалению, вынужден был пятиться назад, сдавать позиции, а ослабление доллара, как я уже отметил, поддержало позиции рисковых инструментов. Теперь давайте плавно вернемся к евро. Здесь есть еще дополнительный интересный фон со стороны уже греческого вопроса, который является темой номер один для европейского рынка и сейчас для европейской валюты. Афины все-таки решили подготовить ряд предложений, согласовали их и отправили тройки международных корректоров. И тройка полностью забраковала этот документ, отметив то, что он невыполним, поскольку Греция очень много хочет и на самом деле те условия, которые предполагались для реализации со стороны тройки, они вообще не поднимались уже греческой стороной. Греция отмечает на текущий момент, что единственное условие, которое позволит им достигнуть соглашения с Европейской комиссией, с Международным валютным фондом, это только то, что если тройка откажется от требования по реформированию пенсионной системы. Но мы знаем, что вероятность этого крайне низка. И в целом, после того, как Греция подготовила предложения, передала их, соответственно, Европейская комиссия, а Европейская комиссия также вернула их обратно, как несостоятельный документ, стало причиной очень интересного заявления, точнее даже статьи, под заголовком статьи Financial Times. То, что здоровый оптимизм по Греции сменяется постепенно опасениями и подозрениями. Я думаю, что в целом, это как раз тот самый долгожданный фундаментальный фактор, который позволяет нам сейчас еще больше усилить, активизировать наше внимание на перспективы евро с точки зрения возможности занятия коротких позиций. Но это, конечно же, опасная сделка, поскольку все-таки этот негатив может быть также связан с локальным позитивом, и вот эти негативные ожидания, они могут смениться таким же бычьим настроем по евро. Но сейчас, опять же, анализируя весь фундаментальный фон, можно констатировать тот факт, что слабости для евро в перспективе больше, чем потенциальные возможности для роста. И снова повторяю, что длинные сделки по евро, даже несмотря на то, что пара сейчас торгуется в районе 1.13, по-прежнему сопряжены серьезными рисками. Нужно быть осмотрительным, прежде чем занимать эти длинные трейды. Теперь, что касается других активов. Фунт. Вчера, разумеется, по факту слабости доллара в РСИ на фунт не повлияла даже национальная статистика по промышленному производству. Если обратить внимание на статистику, показатель очень плохой. Сокращение на минус 0,4% против прогноза роста и против прошлого показателя, который находился на уровне 0,4% только уже со знаком плюс. Я думаю, что слабость промышленного сектора британской экономики связана со снижением объемов экспорта. Снижение объемов экспорта уже связано с тем, что фунт очень сильно перекуплен и переоценен. Я думаю, что его нужно спускать уже поближе к земле, его нужно распродавать. Тем более, уровень 1,55 еще раз подчеркивает привлекательные сделки на коррекцию этого актива. И что касается новозеландской валюты, откройте графики, посмотрите NZD USD. В текущей актуальной торговой сессии мы видим то, что и открытие с ГЭПом, и по сути пара потеряла, точнее новозеландец потерял около 200 пунктов. С чем это связано? Резервный банк Новой Зеландии снизил процентную ставку с 3,5 до 3,25. Что же легло в основу такого жесткого решения, которое, в принципе, никак не ожидалось рынком? В принципе, трейдеры делали ставку на то, что сначала Резервный банк Австралии отметится дополнительным смягчением, а уже потом, если риски не будут нивелированы соседом Новой Зеландии, по той же тропе, по тому же пути пойдет и Новой Зеландия. Новая Зеландия опередила Австралию и сообщила о том, что они смягчают монетарную политику, режут процентную ставку, объясняя это тем, что новозеландец также по-прежнему слишком остается дорогим. И еще и с инфляцией проблемы, то есть инфляция, в принципе, тяготит также к дефляционным предпосылкам, правда, там еще до дефляции далеко, но все-таки индекс потребительских цен полномерно снижается. И это дает возможность монетарным властям действовать на опережение, задействовать такие экономические стимулы и попытаться стабилизировать ситуацию в целом. Пока, конечно же, после снижения ставки прогнозировать, что новозеландец сможет после столь важного решения нивелировать все эти потери, это преждевременно. Я думаю, что вот этот импульс, который уже отправил пару в район 0,7, он может сохраниться и пара может просесть еще ниже. Что касается других рисковых активов, то в принципе мы с вами про фунт уже поговорили, это возможность коррекции. Австралиец, конечно же, сегодня австралийскую валюту поддержала хорошая статистика по рынку труда, но опять же, это локальный отчет, который вряд ли повлияет как-то на общие показатели по темпам экономического роста и вряд ли решит те проблемы, о которых мы с вами подробно говорили на прошлой неделе. И вслед за новозеландцем, я думаю, что тяготить к более низким уровням будет и австралиец. Наша цель 0,75, до нее остается еще 200 с небольшим пунктом. Поэтому, что касается сегодняшнего дня и важных макроэкономических отсчетов, начали мы брифинг с анонса важного события, это розничные продажи, сегодня в 15.30. Если бакс хочет реабилитироваться в глазах быков, у него есть возможность сделать это уже сегодня, но только нужно получить хорошую статистику по розничным продажам, которые мы сразу же спроецируем на хорошие показатели по промпроизводству и будущим темпам экономического роста. В 15.30 отчет смотрим по факту, если хорошее, делаем ставку на рост доллара и японской иены. Если статистика плохая, доллар и японская иена может и дальше оставаться под давлением. Собственно, на этом все. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.